Маслихаты также ответственны за социальное благополучие регионов, как и Акимата, заявил президент Укаев. С выше 123 тысяч заявок на субсидии подали фермеры через электронный портал, сообщили в Минсельхозе. В 600 домах социально уязвимых семей установят газовые датчики в Западно-Казахстанской области. Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Маслихаты также ответственны за социальное благополучие регионов, как и Акимата, заявил президент Укаев. Депутатам Маслихатов делегированы права, позволяющие оказывать влияние на исполнительную власть. Об этом заявил президент Укаев, выступая на форуме депутатов Маслихатов. Маслихат – это местный представительный орган, мини-парламент. Но, в отличие от труда мажоресменов и сенаторов, труд депутата Маслихата не оплачивается. Это работа на общественных началах. Чем же заняты депутаты Маслихатов? Деятельность большинства региональных Маслихатов ускользает от внимания общественности. Теперь депутатам, как отметил глава государства, предоставлена возможность избирать Акимов областей и городов республиканского значения на альтернативной основе. Поэтому Маслихаты несут такую же ответственность за обеспечение социального благополучия региона, как и Акиматы. При этом президент Казахстана раскритиковал закрытость депутатов. Депутаты должны уметь напрямую взаимодействовать с гражданами и всесторонне информировать общество о своей работе. Приходится констатировать, что в этом вопросе пока имеется упущение. В частности, отчеты депутатов Маслихатов перед избирателями зачастую носят формальный характер. Важно также обратить внимание на качественную подготовку и содержательное наполнение отчетных встреч депутатов Маслихатов. И этот формат, видимо, требует улучшения. Большое значение имеют навыки публичной политики, умение говорить с людьми и аргументированно отстаивать свою позицию в ходе открытого диалога. Создается впечатление, что Маслихатам выгодно тщательно скрывать свою работу от населения и СМИ. Самая ключевая проблема в том, что из перечня информации, которая должна быть открыта, то есть доступна для общества, каждый госорган принимает сам для себя исключение. Не радует и возможность у госорганов ограничивать доступ к информации, подлежащей к обнародованию, пометкой для служебного пользования. Как отметил президент, депутатам Маслихатов следует держать на контроле вопросы, которые поднимаются гражданами, и в полной мере использовать свои полномочия для влияния на местные исполнительные органы. Нужно брать пример с Мажелиса, в стенах которого постоянно идут конструктивные дебаты, вырабатываются конкретные решения, считает глава государства. Также президент остановился на том, какие люди должны становиться акимами. Акимами должны становиться деятельные граждане, неравнодушные к судьбе своей страны. Именно таким людям необходимо оказывать всестороннюю поддержку. Что именно утаивают депутаты от населения? Уровень открытости госорганов в Казахстане остается низким. Большинство маслихатов до сих пор стремятся скрыть сведения, подлежащие раскрытию от СМИ и представителей общественности. Например, данные о своих бюджетах. Работа с прессой в маслихатах не налажена. В результате в обществе создается впечатление, что народные избранники заняты лишь секретными делами. Во многом авторитет маслихатов крайне низок именно из-за отсутствия адекватной работы в публичном поле, а также из-за явного соглашательства с акиматами. Президент поручил пересмотреть механизм формирования и расходования бюджета сельских акимов. Токаев также призвал депутатов маслихатов продвигать социальные инициативы. Бауржан Шайхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Продолжаем выпуск. Свыше 123 тысяч заявок на субсидии подали фермеры через электронный портал, сообщили в Минсельхозе. Раньше это был платный информационный ресурс, теперь все заявки рассматриваются бесплатно. К тому же это исключает коррупционные риски, уверены в ведомстве. Уже одобрено 67 тысяч заявок на 254 миллиарда тенге. В чем еще польза цифровизации АПК, расскажет наш корреспондент. Благодаря цифровизации в сельском хозяйстве создаются условия для наращивания объемов производства и повышения экспортного потенциала, сказали в Минсельхозе. На балансе ведомства четыре информационных системы и на сопровождении электронных порталов в этом году выделили порядка 150 миллионов тенге. В ней более 90 тысяч пользователей, еще это банки помимо фермеров, всерегиональные управления сельского хозяйства и другие организации. При этом без проблем не обходится, как и в любой системе, сказал вице-министр сельского хозяйства Бигбауф. Да, в прошлом году были определенные технические моменты, мы с ним здесь вот как раз выступали по таким вопросам в прошлом году, все полностью разъясняли, потому что переход от частной системы в государственную систему, были определенные там свои моменты и правила менялись и тому подобное. Касательно вот этих там моментов, то что оцифровка земельных участков и другие моменты, да, они были там продлены, для того мы услышали всех фермеров, мы приняли такое решение и продлили такие требования. Но они там продлены до конца 25-го года. Сектор непростой, продолжил вице-министр, поэтому в первую очередь пошла оцифровка сельхозземель. Эти земли ранее не были оцифрованы вообще в целом. У нас есть отдельный проект, да, который мы отдельно сейчас вот ведем, до конца года мы собираемся оцифровать, довести до 100% всей сельскоязычной земли. И посадит уже в систему уже формирования дальше кадастровых уже там регистраций, для того, чтобы мы упросили получение, да, сельскоязычных земель. Потому что там существует много вопросов и это вызывает определенное неудовольствие. Мы это тоже хотим вывести на прозрачную плоскость. Причина сложности еще и в том, что не у всех есть компьютерная грамотность. Поэтому специалисты Минсельхоза проводят обучение, разъясняют, как обращаться с системой. Помимо сайтов для сферы АПК заговорили об озвученном Генпрокуратурой новшестве. О том, что деньги будут окрашивать, чтобы проследить выделение бюджетных денег в отрасль. Сейчас идет полезненько техника для фермеров. В остальных случаях пока решение по окрашиванию именно субсидий, оно еще будет продвигаться, еще обсуждается. Объясню почему. Потому что в большинстве своем, в том числе инвестиционные субсидии, это возмещение затрат фермера. То есть это уже случившийся факт, что наш фермер уже приобрел какую-то сельхозтехнику, посевной комплекс. Он подтвердил его соответствующими электронными счетами и фактурами, которые блокируются сейчас с нами в Минфине. То есть здесь уже нет смысла его подкрашить, потому что мы просто возмещаем соответствующие требования правил законодательства и его затраты. В разработке также два крупных проекта информационной системы, например, прослеживаемости растений и водства, будет реализована в пилотном режиме уже к концу года. В течение следующего, 25-го года, уже будет широкое применение. Ульнару Марова, Ганезат Успанов, Нурлан Шамгонов, ТДК-42. В Жангалинском районе Западно-Казахстанской области началась новая глава жизни для восьми семей и социально уязвимых групп. Ведь им вручили ключи от новых домов, которые стали символом надежды и перемен для тех, кто годами мечтал о собственном жилье. Каждое здание площадью 80 квадратных метров – это не просто стены и крыша, но и возможность начать новую жизнь, наполненную комфортом и стабильностью. В селе Жанаказан и населенном пункте Мухоржангалинского района были вручены ключи от новых домов восьми семьям, стоящим в очереди по категории социально уязвимых групп. На строительство зданий, площадь каждого из которых составляет 80 квадратных метров, было потрачено 150 миллионов тенге, и они полностью укомплектованы всем необходимым. Среди тех, кто долгие годы стоял в очереди на получение жилья, есть как многодетные матери, так и те, кто пережил жизненные трудности. Все они очень рады долгожданному новоселью. Ранее мы жили у родственников мужа, и мы очень благодарны и счастливы. В районах Западно-Казахстанской области строится более 700 домов для граждан из социально уязвимых категорий. По словам замакима региона, эта инициатива даст новый импульс для развития сельской местности, ведь есть населенные пункты, в которых не строились дома с момента обретения страной независимости. Также будут обновлены сельские школы. Решение вопросов жилья для многодетных и малообеспеченных семей, а также тех, кто ожидает свои дома как в городах, так и в сельских населенных пунктах, осуществляется на республиканском уровне. И мы прилагаем все усилия для этого. К слову, в селе Жанаказан ранее был открыт спортивный комплекс для детей. Теперь местные ребята могут заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом, теннисом и борьбой. Кроме того, для учеников, которые добираются на учебу из отдаленных мест, был подарен новый школьный автобус. Сергей Уланов, Альбина Жекенова, Айбулат ЖКПР, Александр Грабарев, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области около 17 тысяч человек остаются без работы, что составляет 4,8% населения области. Большинство безработных – это молодежь и те, кто трудился вахтовым методом и попал под сокращение. Людям старше 50 лет сложно найти работу. Для этой возрастной категории функционирует программа «Серебряный возраст». Подробнее о том, как продвигается этот проект, в следующем сюжете. С приближением пенсионного возраста старшему поколению становится все сложнее найти работу. Работодатели часто ссылаются на возраст кандидатов как на препятствие. Учитывая это, правительство запустило программу «Серебряный возраст», которая направлена на трудоустройство людей старше 50 лет. Участнику программы «Серебряный возраст» должно быть более 50 лет, и он не должен иметь предыдущих трудовых отношений с работодателем, который предлагает работу в рамках программы. Мы оплачиваем его заработную плату в течение трех лет. До выхода на пенсию, или если пенсионный возраст не наступит в течение этих трех лет, участник должен получить постоянную работу в этой организации. Одной из тех, кто ощутил пользу программы, является Салима Сулейменова, которая устроилась на работу в детский сад полтора года назад. Женщина признается, что после 55 лет найти работу было непросто. Да, я долго искала работу. После 55 лет очень тяжело на работу устроиться в нашем возрасте. Поэтому большое спасибо центру занятости нашей. Я обратилась туда, меня направили много куда-то в садики. Зарплатная плата у меня хорошая, можно сказать. Через биржу отличная зарплата. Я довольна, что пенсионный, все переводят, все в свое время, вовремя. В прошлом году по программе «Серебряный возраст», которая особенно востребована в сельской местности, в Западной Костанской области были трудоустроены 383 человека. На сегодняшний день благодаря проекту работу получили 280 человек. Работодатели оплачивают только 30-40% зарплаты сотрудников. Остальную часть выплачивает государство. Безработные старше 50 лет могут обратиться в центр занятости по месту жительства, где специалисты помогут с трудоустройством. В 600 домах социально уязвимых семей установят газовые датчики в Западной Казахстанской области. Об этом сообщили специалисты департамента ПОЧС. Работы будут проведены в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Какие еще запланированы мероприятия для обеспечения безопасности в зимний период, расскажет наш корреспондент. Отопительный сезон в Западной Казахстанской области начнется 15 октября. На основании заявок от социальных объектов тепло им было подано уже 1 октября. В этот период специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям проведут разъяснительную работу по предупреждению пожаров в жилом секторе и установят газовые датчики в 600 домах социально уязвимых семей. К сожалению, в прошлом сезоне из-за пожаров погибли три человека. С наступлением холодов некоторые жители начинают использовать различные печи для обогрева. По словам специалистов ДЧС, большинство бытовых пожаров происходит из-за короткого замыкания электропроводки или неправильного использования подобных отопительных приборов. Мы включаем небольшую печь для обогрева комнаты, но крайне важно держать его под постоянным контролем. Если печь перегревается, то это может привести к чрезвычайной ситуации. Зимой водители и пассажиры также подвергаются риску чрезвычайных ситуаций. В прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий дороги перекрывались 111 раз, а движение транспорта ограничивалось 11 раз. В ходе работ было спасено 112 человек. В целом, в настоящее время в департаменте сейчас проводится подготовка, высокопроходимые техники, личные составы, оборудование для работы, личные составы в условиях зимнего периода. Кроме того, у нас в ноябре месяце запланировано проведение Республиканская камера штабного учения ТЭС-2024, в ходе которого будет отработан, практически отработан порядок взаимодействия, алгоритм действий всех заинтересованных государственных организаций, органов управления. Кроме того, в октябре запланирована проверка подрядных организаций, обслуживающих дороги республиканского и областного значения. В ее рамках будут оценены готовность дорожной техники, состояние пунктов обогрева и другие важные аспекты подготовки к зиме. Амина Махсотова, Олег Писаренко, Аймур Аджагаппар, телеканал ТДК-42. В гимназии Уральска внедрили уникальную систему, которая не только обеспечивает безопасность учеников, но и дает родителям возможность следить за каждым шагом ребенка в школе. Как именно работает новая технология, расскажем в следующем сюжете. Безопасность ребенка – важное условие для его спокойного обучения. С каждым годом в школах страны усиливаются меры безопасности. Устанавливаются турникеты, подключаются системы охраны. В гимназии эстетического направления была внедрена новая система «Алакан». Родители посредством мобильного приложения смогут контролировать время входа и выхода со школы, узнавать о покупках ребенка в столовой и многое другое. «Эта система впервые была установлена в нашей области в школе. Зарегистрировано уже 1849 учеников. Особенность этой системы в том, что только учителя, сотрудники, ученики и школы могут войти. Посторонние не могут зайти в учебное заведение». Кроме того, посредством системы школьники могут получать и издавать книги в библиотеке, оплачивать еду в столовой, приложив ладонь к датчику. «В этой школе учатся двое моих детей. Раньше использовались карточки бейджи. Но они были не очень удобные. Дети есть дети. Иногда забывают, иногда теряют. А теперь с этой системой достаточно просто приложить ладонь. Ребенок заходит и выходит из школы в столовую и библиотеку. И это все видно на телефоне». Сервис работает за счет идентификации рисунка вен на ладони. Отпечатков пальцев не требуется. На данный момент проект реализован в школах Актубе, Кукшитау, Караганды и Астаны. Зарина Шакешева, Нурлан Кунашев, Марлен Искалеев, Айгирам Генаятова, телеканал ТДК-42. В Атараусской области ремонтируют водные каналы. Четыре из них расположены в Индерском районе, где в прошлом году углубили два канала. В этом году профинансируют работы еще двух проектов. Подробности в сюжете. В Индерском районе Атараусской области насчитывается четыре водных канала для нужд сельского хозяйства, в том числе орошения. Строительство одного из них началось в прошлом году. В этом году был запущен канал Багрлай, на строительство которого из республиканского бюджета выделено 700 миллионов тенге. «Тысячи животных из этих округов пьют воду из этих каналов. Кроме того, по нашему округу пять крестьянских хозяйств выращивают продукцию на 80 гектарах». Канал Багрлай орошает зимовки и посевные площади в четырех сельских округах. Весной здесь начались работы по углублению и очистке. В проекте предусмотрены восемь котловин глубиной в три метра. В следующем году будут выполнены такие работы, как заливка бетона, строительство мостов. Отметим, что в регионе с рекой Урал связаны 15 каналов, обеспечивающих жизнедеятельность Эпашин и Синокосов. Железнодорожный переезд закроют в Уральске. Как сообщили в нацкомпании «Казахстан-Темиржулы», на 5 октября запланирован ремонт железнодорожного переезда со вскрытием переездного настила на перегоне Уральск-Желаева на 1295-м километре трассы. Переезд будет закрыт с 9 до 20 часов. В связи с этим водители просят заранее планировать свой маршрут. Три газовых баллона вынесли из горящего магазина в Уральске. В районе остановки «Нефтебаза» произошел пожар в продуктовом магазине. Загорелась кровля. На месте тушения пожара были задействованы 28 человек личного состава и 9 единиц техники. Пожар был ликвидирован на площади 140 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В Атырау задержаны нелегальные рыбаки. Во время рейдового мероприятия сотрудниками ЖАИК-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства у троих нарушителей были изъяты лодка и несколько орудий лова. Специалисты отмечают, что всего с начала года задержано более 200 человек, нарушивших закон. В отношении них составлены протоколы и наложены административные штрафы. Здесь запрещено ставить удочки. Несмотря на это, люди ловят рыбу. Сегодня составили административный протокол в отношении трех рыбаков, тех, кто ставил удочки в местах, запрещенных для рыболовства. К радостным новостям. В Атырау родилась стройня. Мальчикам дали имена Нурислам, Нуриман и Нурмухамед. Счастливой многодетной мамой стала жительница села Сафоновка Курмангазинского района 29-летняя Арай Ергалиева. Состояние мамы и малышей хорошее, отмечают медики. О демографической ситуации в регионе расскажем в следующем сюжете. Счастливое рождение тройняшек произошло 25 сентября в 11 часов. По словам врачей, каждый ребенок весит более 2,5 килограмм. Многодетные родители не сдерживают свои эмоции. Спасибо Всевышнему. У нас дома растут сын и дочь. Теперь мы стали многодетными родителями. Выражаем благодарность всем врачам за помощь. Малышам подарили коляски от имени руководителя областного управления здравоохранения. По словам Хайсара Абдалиева, за последние три года это уже третья тройня, рожденная в регионе. В 2024-м ранее в области уже на свет появлялись тройняшки. Сегодня в нашей Атараусской области радостное событие. Родилась тройня и около недели дети находились в областном перинатальном центре. Сегодня они выписываются. Это третий случай за последние три года. По региону в год рождается около 160-170 близнецов. Молодая мама работает учителем истории в селе Курмагазен. Отец тройни – Мурабек Аскарович в отделе полиции. Сегодня семейная пара является родителями пятерых детей. В Уральске 5 октября в областном онкологическом диспансере пройдет день открытых дверей в рамках месяца осведомленности о раке головы и шее. Жители Западно-Казахстанской области смогут получить бесплатную консультацию у онкологов, независимо от статуса страхования в ОСМС. Прием пройдет в трех кабинетах с 9 до 13 часов по адресу улица Алматинская, 58. При себе необходимо иметь удостоверение личности. Данная тема очень актуальна в связи с тем, что они входят в визуально доступную локализацию. Сознижается она тому, чтобы наши жители города или области могут бесплатно, без направления подойти, пройти обследование, быть осмотрены ускорить специалистом онкологическими хирургами. Первокурсник 2024. По таким названиям в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангирхана состоялось традиционное посвящение первокурсников студенты. Цель мероприятия – познакомить молодых студентов с академической средой, университетскими традициями и ценностями, а также мотивировать их на успешное обучение. Наша съемочная группа также присутствовала на этом значимом событии. В закату имени Жангирхана атмосфера особенная. У первокурсников началась студенческая жизнь. Для многих из них этот день стал первым важным шагом на пути к профессиональной карьере. Молодые ребята с волнением и радостью принимают слова поздравления и напутствия. Не менее важный день и для администрации университета, которые с радостью принимают новых студентов. От имени ветеранов университета, от имени профессора преподавателя состава, я поздравляю всех студентов первого курса с вступлением в ряды студентов нашего университета. Желаю нашим студентам-первокурсникам доброго и крепкого здоровья, хорошей учебы, чтобы стали квалифицированными специалистами нашей родины, республики Казахстан. В ходе торжественного мероприятия первокурсники приняли присягу. Им вручены студенческие билеты, зачетные книжки и ключи от знаний. В этом учебном году университет принял около 1200 новых студентов. В общей сложности в Закоту обучается более 4000 студентов, которые осваивают востребованные профессии и стремятся к высоким достижениям в своих будущих карьерах. Молодые студенты уже делятся первыми впечатлениями и планами на будущее. Я являюсь студентом первого курса Западно-Казахстанского аграрно-технического университета, агромед-факультет, специальность промышленный эколог. Поступил сюда я в этом году, этим летом, так как я считаю, что это достаточно элитное заведение, которым я смогу полноценно реализовать свой потенциал. Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой и ярким фейерверком. О проблемах и новшествах в системе образования Западно-Казахстанской области поговорим после новостей в прямом эфире программы «Жан Алан» на ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова